Помятый белый лист бумаги, на котором написано имя журналиста. Так украинский архитектор изобразил памятник Павлу Шеремету. Сегодня, в четвёртую годовщину его гибели, на открытии монумента собрались около 50 его бывших коллег и друзей. В конце прошлого года о задержании троих подозреваемых заявили в прямом эфире. На пресс-конференцию, где полиция отчитывается о раскрытии преступления, приехал президент Зеленский. Для нашей команды это что-то особенное. Это одно из приоритетных дел, которое хочется раскрыть. Успехом собственной команды Зеленский тогда назвал опубликованные данные, о которых, как оказалось, было известно все эти годы. Документы и плёнки телефонных переговоров датировались ещё 2016 годом. Но почему их так долго скрывали? У родных погибшего журналиста была своя версия. По-видимому, не было политической воли для окончательного расследования этого дела. Исполнителями убийства следствие назвало банду националистов, участников боёв на Донбассе, которые якобы занимались убийствами из идейных побуждений. Андрей Антоненко, он же позывной нацик, сержант украинской армии. Волонтёр-медик Юлия Кузьменко. В суде её встречали овациями. Ещё одна военная медсестра Яна Дугарь. Ей сначала придумали алиби и отправили под домашний арест, из-под которого неделю назад вообще отпустили. Впрочем, имена заказчиков убийства Павла Шеремета ни тогда, ни сейчас так и не были названы. А совсем недавно, подводя итоги первого года своего президентства, в перепалке с журналистом президент Зеленский вообще допустил, что и подозреваемые исполнители покушения могут находиться под стражей ошибочно. Я готов нести ответственность, если во время расследования были допущены какие-то серьёзные ошибки. Или если те, кто сейчас находится в тюрьме, находятся там несправедливо. В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета до недавнего времени было 200 томов. Но в мае 38 из них выделили в отдельное производство, а возможным исполнителям изменили подозрения. И появится ли когда-нибудь среди материалов расследования имена организаторов покушения, всё больше сомнений.